Часть этих работ художница писала прямо во время занятий с учениками в студии, как, например, копию голландского натюрморта Яна Дэвидса де Хэма. Это полотно имеет свою художественную ценность, но помимо этого, его можно изучать как предмет искусства, повествующий о культуре средневековой Голландии. Такие картины обычно заказывали состоятельные люди. Вот эту художника, скорее всего, заказал человек на склоне лет. Об этом говорят цветы в вазе. Многие из них уже увядают. Например, гвоздика – символ знатности и славы. Значит, они больше не имеют значения, как и колоски, которые согнулись, а это символ богатства. Зато в центре полотна белый пион и рядом с ним бабочка. То есть художник говорит, что душа человека стремится к познанию Бога. Но в большинстве на выставке работы, написанные с натуры. Когда ты пишешь с натуры, ты переносишь вот эту частичку жизни, во-первых, на холст. И когда с натуры, это всегда видно зрителю. Эти работы всегда отличаются. Их всегда видят в первую очередь. То есть они потому что настолько откликаются в глазах, в душе другого человека, что это правда. И когда мы пишем с натуры, конечно, нарабатывается этот опыт, с которым потом как багаж ты можешь уже пользоваться в дальнейшем. И, например, сейчас, естественно, очень много есть возможностей писать с фотографией, с монитора, с чего угодно. Но без натурных работ написать вот такую работу очень сложно. Потому что вот этого воздуха, вот это ощущение пространства все-таки нарабатывается на натуре. Пейзажи, представленные здесь, полностью натурные. Как и цветы. Это нельзя не почувствовать. Сейчас, конечно, еще цветов нет, но мы в ожидании. Поэтому называется «Ожидание весны». Потому что на самом деле самое интересное писать с натуры пионы, розы, ирисы. Вот это все, что у нас есть в садах. И когда приносят их в студию, и вот эти огромные букеты. Вот это настоящая радость. Председатель Рязанского отделения Творческого союза художников России Владимир Кривов отметил, что живопись Ирина Быстрова может быть иной, выполненной в более свободной манере. Но эта экспозиция, созданная во многом в присутствии учеников, и для них имеет свою прелесть. Она очень разнообразна. Она вот от мелких выделенных ее копий, в то же время вдохновленные голландскими натюрмортами, тонкие натюрмортики. И в то же время работа с свободным мастихином, который она пишет, даже мне лично как-то ближе это, то, что она писала, свободно, отвлеченно. На выставке в Приобанке представлено три десятка работ. Пейзажи средней полосы, натюрморты с охапками цветов, салонная живопись. От классического масла до романтической акварели и пастельных мелков. Зритель легко может оценить разнообразие и многогранность произведений Ирины Быстровой. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».